Это итоговый выпуск нашей программы. Меня зовут Ирина Корчагина. Здравствуйте. Самое главное событие этой недели – второй этап Кубка мира по гребле на Байдарках и Каноэ. Барнаулу выпала честь провести эти соревнования. Почти полтысячи иностранных спортсменов приехали в краевую столицу. Да что уж говорить, почти 60 стран мира теперь знают о существовании Барнаула. Если вы не попали на гребной канал, следующий сюжет для вас. Передаю слово Дмитрию Дроздову. День второй. Сегодня погода теплее, чем вчера. Это радует первое тому доказательство – это болельщики на трибунах. Сегодня их собралось еще больше. Все хотят видеть шоу и зрелищ. Ну а что касается первого дня соревнований, то для сборной России он был успешен. Все трое российских грибцов вышли в финал олимпийской квалификации. Это Наталья Подольская в Байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Светлана Черняговская также на дистанции 500 метров вышла в финал. И Илья Штакало вышел в финал с третьего места на дистанции 1000 метров. Ну а прямо сейчас я вам предлагаю окунуться в официальную церемонию открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каное. Кубка мира по гребле на байдарках и каное, 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 каное. Добро пожаловать в Руссии! Добро пожаловать в Барнаул! Барнаул 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 Несмотря на рабочий день трибуны были заполнены и Барнаул по-настоящему стал мировым центром гребли на байдарках и каное. Сегодня мы наблюдаем как соревнуются и побеждают лучшие гребцы планеты и это сильное впечатление. Как показывает практика, создание таких объектов и проведение таких соревнований, кубков мира, чемпионатов, олимпийских игр всегда приводит к развитию спорта, спортивной инфраструктуры и спортивного сообщества. И я верю в то, что и у нас в Сибири со временем гребля на байдарках и каное станет для многих любимым видом спорта. Одно из самых важных составляющих на любом спортивном мероприятии это, конечно, здоровье спортсменов и медицина. Татьяна, расскажите, как взаимодействуете с нашими спортсменами, гребцами, как работает медицина на этом этапе? Добрый день. Мы за долгое время готовились к этому мероприятию. Мы уделили очень много внимания этой теме, мы проводили семинары, мы проводили тренировки, мы проводили ежедневные оргкомитеты, в связи с чем выстроилась определенная, так скажем, схема работы нашей на гребном канале. Первая – это станция скорой медицинской помощи. То есть вы можете видеть реанимобиль наш, вот стоит, города Барнаула. У нас в зоне спортивного сектора находятся два автомобиля скорой помощи. И в зоне спортивного сектора, где непосредственно палатки спортсменов, тоже находится автомобиль скорой медицинской помощи. После яркого открытия все стали лицезреть заезды гребцов. Зрители теперь ждет два дня эмоциональной борьбы, в которые, мы надеемся, победит наша сборная. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Уже завтра на гребном канале состоится церемония закрытия. Из города уедет почти полтысячи иностранцев. Неизвестно, когда еще мы увидим сотрудников туристической полиции. В общем, возникает вопрос, а что будет дальше? Какое наследие ставят эти соревнования? Основное наследие – это гордость жителей Алтайского края за то, что наконец-то у нас проходит такого уровня мероприятие. Это первое спортивное. Наверняка и другие отрасли будут проводить. Но и спортивные будут традиции, хорошие традиции. Конечно, будем крутить историю этого вида спорта. И этот пример должен стать правильным примером для других видов спорта. Что касается еще наследия – это, конечно, инфраструктура. Это и для спорта, для других видов спорта, для отдыха. Но и те спортивные лодки, которые благодаря фонду поддержки олимпийцев, 300 лодок на сумму 150 миллионов рублей остаются наследием для того, чтобы мы готовили спортивный резерв сборной страны. Поэтому гордость, инфраструктура, лодки, эмоции. Как думаете, в туристическом направлении это будет? Это будет плюс, но для того, чтобы был полноценный плюс, надо проводить, проводить и проводить такие мероприятия. И мы будем гордиться. И она осознает, и к нам будет приезжать. Надо и проводить, и быть гостеприимными. Первый шаг сделан. Все просто. Надо провести успешно. Это мероприятие – это самый главный аргумент для того, чтобы претендовать дальше. И мы будем себе еще более уверены, и это даст нам аргументацию. Конечно, конечно, да. Инфраструктура есть, лодки есть, желания есть, опыт теперь есть. Но это история. Мы сегодня стоим с вами в исторический момент. Это историческая неделя для спорта, для всего Алтайского края. Потому что, конечно, круто. Но это должно быть привычно. Все время должно быть круто. Это Алтайский край. Эта неделя запомнится нам еще и тем, что Барнаулу присвоили, наконец-то присвоили звание города трудовой доблести. Голосование за этот статус проходило еще год назад. Тогда Барнаул оказался в двадцатке претендентов. Идею о присвоении звания президент страны выдвинул в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Основными критериями отбора для городов стали государственные награды и факты трудового героизма. Так, в Барнаул были эвакуированы почти полтора десятка заводов со всей страны. В городе делали патроны, шили военную форму и лечили сотни тысяч раненых солдат. Идею о городе трудовой доблести поддержали почти 200 тысяч горожан. Теперь в честь этого события в Барнули появится стелла, а салюты теперь будут проводить не только 9 мая, но и первого. Во всяком случае, так рекомендовано делать всем городам трудовой доблести. Ну а теперь переходим к очень непростой теме, которая на этой неделе возмутила и даже напугала многих жителей Алтайского края. Бесплатное лечение взрослых онкобольных в федеральных центрах станет доступным не для всех. Дело в том, что с января следующего года начнет действовать специальный закон, по которому подавляющие части онкопациентов должны оказывать помощь в родном регионе. Так, мама одного из барнаульских онкобольных, которому недавно исполнилось 18 лет, написала пост в соцсети. В нем женщина жалуется на будущую недоступность квалифицированной медицинской помощи. В частности, ее ребенка из детской больницы перевели в надежду, где нет нужного специалиста. И помощь она нашла сама в Московском институте радиологии. В федеральных центрах, по мнению женщины, высшие качества помощи, и самой диагностики, и оборудования есть все нужные специалисты. И лишать этой возможности, считает она, несправедливо. В региональном Минздраве нам пояснили, что суть закона в изменении маршрутизации онкобольных, чтобы всю необходимую помощь пациенты получали на местном уровне. А направлять в столицы по квотам, то есть бесплатно, будут после специальной комиссии, и в некоторых случаях, например, когда речь идет о лучевой терапии или сложной хирургии. По одной из версий, новый порядок позволит сохранить бюджет, выделенный на квоты в регионах. По другой – разгрузит Москву, куда и стремятся тысячи онкопациентов. Затруднит ли новый закон лечения больных раком, и готов ли Алтайский край к такому объему помощи, до конца непонятно. В Алтайском крае начали получать первые ежемесячные выплаты на ребенка от трех до семи лет по новым правилам. Критерии усложнили. Но вместе с тем и стали более справедливыми, считают в Министерстве соцзащиты региона. Что теперь нужно учитывать, и кому чаще всего отказывают, расскажем далее. Самое маленькое счастье этой семьи Ольга держит на руках. Дальше три месяца, и родилась она в первой собственной квартире мамы и папы. Кроме Даши, в семье растут Ева, Маргарита и Анна. Она сейчас дает пробный экзамен. И теперь почти у каждой принцессы своя комната. В 2020-м семья оформила ипотеку с господдержкой. Добавили маткапитал, губернаторский сертификат и сократили кредит на жилье сразу на 14 лет. А в январе переехали. У меня ребенок учил по ночам уроки. Вот вы не поверите. Я говорю, ложись спать, дочь. Она говорит, мам, я не могу, я хочу успокоить. Они же не дают. Или мы уходим гулять. Она старается в это время делать уроки. Гуляем же постоянно по два, по три часа. После двухкомнатной хручевки младшие тоже заметили разницу. И на этом полоса удач не закончилась. В апреле Ольга подала заявку на получение выплат детям от трех до семи лет. Я рассматривалась в пределах месяца. Просили позвонить. Я не звонила. То есть, узнать, то есть, говорили там, что уже все, нужно позвонить. Просто на госуслуги это попозже приходит. Ну нет, мне пришла смс, что у меня одобрение на двух ребятишек 100%. А это больше 10 тысяч рублей. Все деньги семья вкладывает в ремонт новой квартиры. Подавать заявку вновь стали после первого апреля, когда изменились критерии для получения этих выплат. Условия стали сложнее, но справедливее, считает в Минсоцзащите. Наиболее частая причина отказов – это порядка 36%. Это то, что оба трудоспособных родителя не имеют трудовых доходов. То есть, они не работают. Вторая причина отказа – это порядка 25%. Это превышение трудового дохода, превышение дохода допустимого, среднедушевого, то есть одного прожиточного минимума. Ну и есть еще в качестве причины, которая была серьезной проблемой в прошлом году – это отсутствие совместного проживания заявителя с детьми. В Алтайском крае эту выплату сейчас получают больше 15 тысяч семей. Однако это лишь начало, уверены в министерстве. Заявка обрабатывается месяц, так что окончательные цифры планируют озвучить в августе. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. На этой неделе жителей сразу нескольких районов края застал ураган. Бурю где-то сносило деревья с корнями. Пользователи соцсетей даже видели летающую остановку. В то же время по югу России прошлась мощная песчаная буря. Связаны ли между собой те явления, которые произошли в совершенно разных частях страны практически в один день? И что это было – непогода или глобальные проблемы? Вот у нас был ураганный ветер. Повалило деревья, свалило дорогу. Вообще поломалось. Испорно. Сломалось просто. Не выигрывалось, а сломалось. Наверное, природа еще раз решила показать нам, что все наши рассуждения, вопросы, есть ли глобальное потепление, нет ли глобальное потепление, ученые практически большая часть отвечают на этот вопрос, что оно идет. Камера не передает, ну короче. Это смерч. Машины встали, вон, чтобы не сдуло их, вон витрина какой. Эти кадры уже назвали Алтайским Армагеддоном. Ураган, который накрыл сразу несколько районов края, всего за пару минут повалил деревья, разрушил крыши домов. Тольменский район. За пять часов на пульт единой диспетчерской службы поступает 186 звонков. В Первомайском и Косихинском районах сильнейший град. Бейск в эпицентре пыльной бури. Вот то, что у нас последние больше десяти лет становилось все теплее и теплее, и все-таки не наблюдалось вот таких пыльных бурь, которые были в 50-е, 60-е годы, когда произошла массовая распашка целины в Казахстане, у нас на Алтае, а потом был предпринят комплекс мер по созданию лесополос. Вот мы отвыкли от этого явления. И наблюдаемое вот сейчас, оно просто еще раз подтверждает, что это, конечно, не одна пыльная буря на планете, в нашей Евразии. Это вот локальные такие явления. А это уже видео из Астрахани. В начале недели город тоже накрыло песчаной бурей, правда, уже совсем другого масштаба. Облако пыли, которое напоминает кадры фильма «Катастрофы», в тот день также накрыло Калмыкию и Дагестан. Потепление наибольшее проявляется в Арктике, а мы как раз открыты арктическому бассейну и на территории России, поскольку это самая большая по площади страна. Поэтому, конечно, это процессы, связанные с глобальным потеплением. Теперь каждый может проверить, есть или нет. Это открытые данные на сайте Москвы Гидромета, где он может зарегистрироваться, зайти и скачать данные по Тальменке, по Кошагачу и посмотреть, построить вот этот график температуры и увидеть, как растет эта годовая температура, температура лета и так далее. И с этим придется что-то делать, потому что пыльные бури мы еще явно увидим этим летом на территории края. Кстати, в начале этого года Владимир Путин поручил правительству разработать федеральную программу по экологическому развитию России на 2021-2030 годы. Так какие именно меры будут приниматься субъектами в решении проблем глобального климата, мы узнаем уже в конце июня. На днях мы видели кадры, на которых солист Мариинского театра разбился при падении с электросамоката. Почему мы об этом говорим? Потому что в Барнауле, как вы, наверное, уже и сами заметили, увеличилось количество катающихся на самокатах. И все мы видим, как эти люди переезжают по пешеходному переходу, вылетают на красный свет. В этом месяце я и сам стал жертвой ДТП. Просто решил, как говорится, съехать с горки на обычном, при этом неэлектронном самокате. Не справился с управлением, к счастью, никто не пострадал, а поплатился только здоровьем локтей и коленей. Теперь не понаслышке знаю, что дает смесь слабоумия, отваги, самоката и случайного камня на дороге. Даже на камеру этот момент попал, посмотрите. Но я человек взрослый, а вот примеры пострашнее. Мальчик чуть было не завалил главный экзамен – естественный отбор. Ведь такие самокатики появляются перед водителями неожиданно. Это подтверждает и еще один пример от барнольских автолюбителей. А в ГИБДД говорят, что с приходом тепла уже трое детей на самокатах попали в более серьезный ДТП. Им потребовалась медицинская помощь. Популярность транспорта растет, а дети забывают или не знают главные правила. По тротуарам можно, конечно, кататься, но подъезжая к пешеходному переходу, должны остановиться, убедиться в безопасности перехода, что водители пропускают только после этого, шагом переходить дорогу. Двухколесный транспорт набирает популярность. В городе с недавнего времени работает сеть аренды электросамокатов. На прокат их может взять любой, при том, что скорость некоторая техника развивает приличную, а прав не требует. Вот пугающее видео из северной столицы России. Столист Мариинского театра, можно сказать, играет в шашечки с прохожими. Задевает пешехода, падает, а в итоге попадает в кому. Врачи выяснили, что он находился в состоянии серьезного алкогольного опьянения. Как говорят в дорожной инспекции, некоторые самокаты только выглядят как безобидный транспорт. Но если электросамокат развивает скорость свыше 25 км в час, он уже официально считается мопедом и требует оформления прав. И передвигаться на нем по тротуару уже строго запрещено. Но и менее мощные средства передвижения скоро тоже будут учтены правилами движения. В этом году планировалось разрабатываться дополнительные внесения изменений в ПДД. О такой понятии, как средства индивидуальной мобильности. К этому относятся как сигвеи, моноколеса. Ну, также, возможно, будут отнесены и самокаты. Так что скоро эта сфера будет регламентирована. Как сообщают наши коллеги из столичных федеральных городов, там уже порой возникают настоящие войны между пешеходами и любителями самокатов. Законы, конечно, ограничат свободу передвижения любителей прокатиться по тротуару с ветерком. Зато на улицах будет мирно. На этой неделе сразу несколько жителей края пострадали от укуса змей. Десятки от присасывания клеща. Причем жертвой и одних, и других можно стать не только в лесу, то есть на природе, но и в черте города. О клещах и гадюках расскажет моя коллега Анна Рашагирова. Поехал на рыбалку, там и поймал. Правда, не рыбу, а клеща рассказывает Барнаульц и Грибыков. Мужчина даже не почувствовал, как негодяй укусил его за руку. Приехал домой, но ничего не на себе посмотрел, ничего не было. А потом вот температура поднялась, все хуже и хуже. В больницу привезли, пятнами пошел. Казалось, клещ укусил. Врачи диагностировали ТИФ в 11-й горбольнице пациентов с подобным заболеванием. Сейчас 10, им предстоит долгий курс лечения. Случаи энцефалита и бролиоза пока не выявлены. К слову, эта больница – единственный городской центр, где оказывают помощь пострадавшим от укуса клещей. За месяц в работе побывали более 300 человек. Иногда сами пациенты осложняют ситуацию. Неправильно извлекают насекомое, говорят медработники. На этот случай, по их словам, уж лучше использовать специальные выдерги, которые можно купить в любом зоомагазине. Фиксируем. Вот он попадает сюда. И начинаем его выкручивать против часовой стрелочки. Из леченого клеща нужно сдать в лабораторию на анализ. В Барнауле его можно привезти в Центр гигиены и эпидемиологии. Врачи рекомендуют не надеяться на страховку, а с началом сезона поставить прививку. Когда люди страхуют себя от укуса клеща, они имеют право при укусе клеща получить гамма-глобулин. Он не полностью заменяет антитела. Да, он дает защиту, но прививка на порядке лучше защищает человека, чем этот гамма-глобулин. Видите, какой отек большой? Вчера отек был, вот до этой, до ручки мы рисовали границы. Вот, сейчас этот отек помаленьку уходит. А это уже жертва рептилии. Житель Москвы Александр. Мужчина проводит последние дни отпуска тоже в 11-й горбольнице, только в отделении токсикологии. Три дня назад Александр укусил Агадюка, когда он отдыхал в Белокурихе на горе Цирковка. Потянулся к змее, она на меня прыгнула, укусила в палец. А зачем вы потянулись к змее? Ну вот, по глупости. Вот укусила в палец вот сюда вот, и начался резко отек вот сюда, идти вверх, 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 и до конца руки. Зачем не получался, уже полрути было в отеке. У Агадюк в принципе нет задачи напасть на человека. Наоборот, змеи, у которых, кстати, в май романтический период стараются избежать встречи с людьми. Уже полузы и гадюки выбирают теплые укромные места, чаще у воды. Кстати, гадюка – единственная опасная змея в нашем регионе. Вот, скажем, уши – это совершенно безобидная змея. Но если тоже ее хватать руками, она тоже может опысить. Но яда у нее нет, но в любом случае укус, скажем, она зубы не чистит, может быть, потом воспалится. А гадюки, скажем, бывают, повторюсь, смертельные случаи, но в основном связаны или с аллергией, или как-то непереносимость вот этого яда. За полторы недели в отделение токсикологии попали четыре жертвы гадюки. Обычно столько проходит за весь летний сезон. Причем у всех пациентов довольно серьезное осложнение – инфекции, отеки. И все это от минимального количества яда. 0,01 грамма у степной гадюки, ну, гадюки обыкновенные наши, которые в Алтайском крае. Яд минимальный, но он очень нейротоксичный. Поэтому, когда человека кусает змея, он практически укус это не чувствует. Это просто как укол иголкой. Поэтому многие люди не обращаются сразу после укуса. Ни отсасывание яда там, ни прижигание практически не имеет никакого значения. Потому что тем более нельзя никогда, во многих справочниках пишут до сих пор, но это полная глупость, нельзя накладывать жгут. Если вы приставали к змее, она не ответила вам. Взаимностью необходимо принять антигистаминные препараты и в течение шести часов обратиться в больницу. А вот Александру в этой палате придется провести еще дней пять. Очевидно, этот отдых на Алтае он запомнит надолго. Анна Рашфагирова, Александр Антропов, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Но на клещах и гадюках весь список неприятностей летнего сезона не заканчивается. Многие жители Барнаула уже заметили комаров. Анастасия Дороган расскажет, придется ли отбиваться от кровососущих этим летом или нет. В Барнауле похолодало, и комаров на себя не выманить даже рядом с рекой, не то что несколько дней назад. Однако такое раннее пришествие насекомых вовсе не означает, что все лето будет комариное. Но в ближайшие дни во многом станут определяющими, уверена Людмила Комарова, эксперт по комарам. Было очень жарко, их было много. Сейчас резкая смена климата, и вот этот горизонтальный перенос воздушных ваз, имеется в виду ветер, очень сильный ураганный ветер, естественно, он вносит свои коррективы. И плюс еще у нас появилось, из-за прошлых лет, большое количество птиц, которые насекомоядные летучие мыши, которые также уничтожают большое количество комаров. В то же время, если поводок еще придет, а воздух прогреется до 18-23 градусов, это может усугубить ситуацию. Чтобы вы понимали, самка комара за свою недолгую жизнь откладывает 150 тысяч яиц. И к нашему счастью, не все они становятся комарами. Часть съедают, часть замерзает или засыхает. Да и страшен комар не только своим укусом. Наши родные алтайские комары могут передавать лишь маниоз или лихорадку зика. К счастью, это не смертельные заболевания. В общем, все будет решать погода, а пока она нам на руку. В начале следующей недели наступит жара, потом резкое похолодание. Так что надеемся, что комаров этим летом будет немного, либо они будут к нам гуманны. Ну и перейдем от комаров к более приятным существам. На этой неделе в Барнаульском зоопарке появилась новая животная – зебра Василий. Он уже освоился в вольере. Когда мы сможем увидеть полосатого и как будут праздновать его появление, расскажет Маргарита Гартунг. Васечка. Василечка. Он приехал из Красноярского зоопарка, а корни его семейства ведут прямиком в Южную Африканскую Республику. За пару дней Василий уже покорил сердца всех сотрудников. Освоился на Алтае уже хорошо, в еде неприхотлив. Питается кормом для лошадей и ослов. Вот она наша зебра, что красавица. Однако в интернете разгорелась дискуссия. Как такое теплолюбивое животное перенесет сибирские холода? Заместитель директора Барнаульского зоопарка уверяет, что даже в самый сильный мороз Василий будет находиться в тепле и комфорте. Здесь зебра – это теплолюбивое животное. Мы строим хорошее зимнее помещение со смотровой площадкой в зимнее время. Через смотровое окно зрители у нас могут смотреть и зимой. Ну а сложности какие? Температуру поддерживает 20-25 градусов в помещении и все. Пока что Василий находится на карантине до 13 июня. Это нужно для того, чтобы животное до конца освоилось в вольере и привыкло к новой территории. Но совсем скоро каждый желающий может прийти и познакомиться с новым обитателем лесной сказки. Сотрудники зоопарка пообещали, что в честь Василия даже устроят День зебры. Маргарита Гартунг, Алексей Фризен. День с толком. А я напоминаю, что сегодня мы сможем отправиться на Ночь музеев. Увидеть мумии и животных. На свежем воздухе понаблюдать за звездами. Потрогать раритетные проигрыватели и телевизоры. И это лишь малая часть того, чем сегодня будут удивлять барнаульцев. Валентина Аскерова расскажет, куда можно сходить. Ночь музеев стартует буквально через час. На пешеходной улице Молотобольская. После открытия можно прогуляться по исторической части города. А затем отправиться по площадкам. Их в этом году аж 33. По традиции гостей принимает краеведческий художественный музей. Гмилика, город и многие другие. Впервые участвует музей истории образования педагогического вуза, музей анатомии животных аграрного университета, клуб музея коллекционеров, а также педагогический музей кукол детского сада. Организаторы обещают, что интересно будет на всех площадках. Посетители смогут поучаствовать в увлекательных квестах и мастер-классах. В частности, в музее города можно будет набить татуировку на различных материалах. А в художественном музее раскрасить пермогорской росписью маленькие деревянные весла. Ну а в музее анатомии животных посмотреть на мумии кошек и ежей, а также потрогать останки мамонта. Что касается цены, то в этом году единого билета не будет. Один из музеев установили одинаковую стоимость билетов. Для взрослых это 100 рублей, для школьников и пенсионеров 50. Для детей до 6 лет вход свободный, на все остальные площадки вход бесплатный. Антиковидные ограничения сохраняются. Масочные режимы, социальная дистанция обязательны. Работа городского транспорта в эту ночь будет продлена. Трамваи и троллейбусы будут курсировать до 3 часов ночи. Приди нас с Кирова, день с толком. Такой запомнили эту неделю мои коллеги. У меня на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Увидимся в эфире. Продолжение следует...